Взаимоотношения России и Китая всегда имели исключительно материальный характер. Чтобы все не говорили о дружбе, всегда работает формула. Ничего личного, только бизнес. По итогам саммита, который недавно прошел в Пекине, Россия и Китай приняли дорожную карту по наращиванию торговли к 2024 году до 200 миллиардов долларов. Это означает, что Китай является основным партнером России, если не считать стран Евросоюза. Если же мы говорим о Китае, то Россия занимает всего лишь маленькую долю в его внешней торговле. Где-то 2,4%. Что же Китай экспортирует из России? Это, конечно, природные ресурсы. Нефть, газ. Причем, если говорить о стоимости, то газ мы продаем в Китае гораздо дешевле, чем в Европу. Где-то в 5-10 раз. Столкнувшись с энергетическим кризисом, Китай увеличил закупки электроэнергии в России. Конечно же, в масштабах энергопотребления всего Китая это мизерный процент. Всего где-то около 0,1. Россия также экспортирует в Китай древесину. К сожалению, тайга редеет с каждым годом. С 2022 года заработал закон, по которому запрещен вывоз круглого леса в Китай. Это все делается для того, чтобы стимулировать переработку леса внутри страны. У нас есть огромный теневой рынок, по которому лес в Китае течет, минуя официальные барьеры многие годы. Есть распространенное мнение о том, что целенаправленно устраиваются многие пожары, горит сибирский лес. И тогда немного обгоревшие деревья вырубаются и вывозятся в Китай. Что дает запрет на вывоз круглого леса в Китай? Как у нас говорят, инициатива была хорошая, только реализация страдает. Уже сейчас есть данные, что китайские лесопилки переезжают на территорию России. Естественно, это незаконно. Здесь же будет пилиться лес, а затем просто эти продукты распила будут вывозиться в Китай. В небольшом объеме в Китай едут электрооборудование, турбореактивные двигатели, товары для атомной отрасли, лекарства и другое. Но в общем масштабе экспорта это мизерный процент. Что же Россия получает взамен? Одежду, обувь, базовые промышленные товары, сельхозпродукцию, мебель и многое другое. Сейчас все задаются вопросом, будет ли помогать Китай и Россия в условиях санкции. Однозначного ответа ни политологи, ни экономисты не дают. Но все сходятся в одном, что если Китай и будет помогать России, то только преследуя свою материальную выгоду. Китай воспринимает Россию страной, из которой можно вывозить ресурсы. По сути, у нас говорят, что Россия это сырьевой предаток Китая, то есть страна-сателлит. Уже поступали данные о том, что Китай хочет выкупить акции ряда нефтяных компаний России. Пока они очень дешево стоят. В ракурсе взаимоотношений двух стран развитие России явно будет не на первом месте. И наша страна откатится еще больше назад. Субтитры создавал DimaTorzok